По доброй и недоброй воле здесь за жизнь проверяет почти каждого. По направлению правоохранителей, при проведении анализов, лечении, в лаборатории наркодиспансера кабинеты широкого профиля. Наркотики, психотропные лекарственные вещества, алкоголь, естественно, нахождение его в биологических средах, и исследование на никотин. Это вейпы, это снюсы, это просто табак. Но это, как правило, анализы мы делаем для несовершеннолетних. Кстати, о детях. В лаборатории уже не удивляются, когда мама и папа алтайских школьников проверяют своих чад на наличие вредных привычек. Для этого в наркодиспансере есть детско-подростковая служба. Без записи в карточку, подчеркивают сотрудники. А еще, что вейпы по своему вреду не отличаются от сигарет. Впрочем, все, с чем здесь имеют дело, мягко говоря, вредит. И даже в этом мире есть место обману. По каждому указану кокаин в различных вариациях. Цена разная. Допустим, подешевле, который там будет содержать синтетическим эфидром. По действию, как кокаин оказывает, но она более тоже токсична получается, более сильно вызывает психологическую зависимость. По статистике лаборатории, на первом месте в крае распространены растительные канабиоиды – канапля, марихуана, гашиш. Затем идут синтетические психостимуляторы. Вещества ищут в крови пациентов, разбирая биоматериал по кусочкам. Сухой остаток развожу и делаю цитатом, закрываю крючки. Пробует следует аппарат и сверяет рисунок результата с образцом – синие и красные совпавшие цифры. А этот аппарат проверяет, например, врет ли пациент, который лечится от алкоголя, и обладатель этой крови точно употребляет. – 4,13%, то есть при допустимом пороге, то есть 1,61%. – Это запой? – Ну я не скажу вам, что запой. Это мы можем сказать, что злоупотребление есть, то есть уже есть злоупотребление. Высокие дозировки, то есть если человек ежедневно употребляет более 2-1,5 пива, вино тоже, более получается 2 бокалов ежедневно. – Неделя в таком режиме и кровь вас сдаст. На очистку нужно 3 недели. Всего же в базе лаборатории больше 700 тысяч различных наркотических, психотропных, лекарственных веществ. И это еще не все возможные из них. Конечно, в лаборатории все кажется увлекательным, но в реалии это может испортить жизнь и привести к сильнейшей зависимости. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.